Новый год должен приходить к каждому, даже к тем, кто находится далеко от дома, защищая родную страну. В преддверии праздников маленькие люберчане сделали новогодние поздравления, которые будут отправлены в зону специальной военной операции. Подробнее в сюжете моих коллег. Больше красок. Вот посмотрите на наш зал. Сколько огоньков разноцветных. Добавляйте шарики, фонарики. В канун новогодних праздников маленькие люберчане своими руками сделали поздравительные открытки российским бойцам. Каждый рисунок – это частичка детской души, тепла и радости. Я сейчас рисуюсь с солдатами, которые они любят, чтобы их порадовать. Поздравить с Новым годом. Саша Кутузов, однофамилец великого русского полководца, как большинство детей, не стал рисовать новогоднюю елку и Деда Мороза. В лучах солнца мальчишка изобразил танк под чистым небом. Потому что танк – это российская боевая машина. Я нарисовал этот рисунок и хочу отправить этот рисунок нашим бойцам. И я нарисовал сердечко, потому что мы их очень любим. Вместе с красочными рисунками ребята пишут письма. Тёплые и добрые слова очень много значат для бойцов. Они согревают им душу и поддерживают в трудные минуты. Дядя солдат возвращается домой с победой. Трогательные послания сделали и люберецкие школьники. К творческим работам подошли с любовью и чувством патриотизма. Я хочу этот рисунок отправить для военных, чтобы им было приятно встречать Новый год. Хочу им пожелать здоровья, чтобы они поскорее вернулись домой. Это прекрасный способ выразить поддержку и благодарность военным. Антонина Бастер в своём новогоднем поздравлении выразила признательность и уважение защитникам Родины. В своём письме я написала пожелания солдату и успеха, чтобы увидел поскорее родных. Ирина Геннадьевна, передайте это, пожалуйста, бойцу. И мой тоже. Спасибо, Кир, конечно. Детские письма и рисунки положат в посылки с гуманитарной помощью и отправят бойцам, которые находятся в зоне спецоперации. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.